Смотреть порно это вредно или не вредно? Ой, ну смотря как. Если, например, за рулем едешь, то смотреть порно вредно. Врежешься куда-нибудь. А если дома, в комфортной обстановке, в компании любимой жены, так что что-то вредного? Что вам запретить? А если без жены? Ну, смотря как. Смотрите, если порно для вас такой самодостаточный вид полового стимула, вот, и вот так очень часто бывает, например, там вот девушки жалуются, но вот как так? У меня вот отношения, и он со мной там занимается сексом только один раз в месяц, вот, я прям чувствую, что что-то не то, что-то не то. Конечно, каждый день. То есть он для себя, у него там порно, у него там мысль пошла, как что комбинировать, ну, и так для девушки надо ее раз в месяц поиметь, чтобы она чувствовала, что у них отношения, и все. То есть у него смещен вот этот вот половой стимул с партнера на голубой экран. Чем это плохо? Ну, может его так устраивать, девушке не нравится, вали отсюда, он один может спокойно жить, у него же есть порно. Вот, чем это плохо? Тем, что половое влечение, в отличие, уже у людей, в отличие от животных, оно не инстинктивно, оно заточено на под объект, оно заточено на эмоциональную связь с партнером. И вот весь вот комплекс взаимоотношений с любимым мужем или с любимой женой, от самых очаровательных обнимашек, от самых лучших и страстных ночей, до убил бы, вот это вот все вместе рождает высокое влечение, зато он мой. Нет, купил бы, есть, убил бы, зато он мой, да, то есть мы друг с другом там вот по-всякому у нас происходит. Вот это вот такая острая эмоциональная реакция на партнера, в основном, конечно, связаны с эмоцией там любви, влечения и прочее, она и рождает это высокое влечение. Этого нет к голубому экрану. Да, там есть некоторые картинки, которые, естественно, через ассоциативный какой-то ряд приводят к возбуждению. Но такого рода полововлечение истощимо. Поэтому у всех мастурбаторов, которые, ну, как бы, с половым, с половым партнером, голубым экраном половой жизнью живут, у них рано или поздно возникает причина обратиться к сексуалу. Они приходят там... Потому что уже ничего не возбуждают. Да, они не возбуждают, я больше не хочу, я там уже какие-то виды там фильмов не пробовал, уже перестают это возбуждать. То есть в этом плане, конечно, у них полововлечение вырабатывает свой ресурс очень быстро. И получается, перестает возбуждаться на порно. А навыков общения с женщинами он не наработал. И даже если у него есть какие-то минимальные навыки, то все равно то, что в жизни, оно, возможно, будет не так красочно, как на экране. Да, конечно, конечно. У него абсолютно идет изменение ценностей по всем статьям. Во-первых, он привыкает к миру порно. Для него это мир нереальный. У меня вот один, например, консультировался, я говорю, нарисуй, как ты представляешь себе влагалище на рисунке. У него ни одной связи с женщиной не было, ему за 30. Чего вы смеетесь? Он не нарисовал вот такого размера. Его прям вот так вот. И типа вот тут начинаются две ноги. То есть как он в порно это видит на экране. Вот так. Размером А4 у него влагалище. Две головы мужских влезет. О, какое влагалище. Слониха, а не женщина. Вот. То есть у него, понимаете, у него, в принципе, смещаются акценты. У него смещаются ценности. Что такое партнерский секс? Ну вы же женаты, вы же знаете все это. Что вот, во-первых, мы сделали это. Во-вторых, получил действительно физическую разрядку вот это ощущение. В-третьих, она там вся мурлычет и доволен. В-четвертых, там, может быть, какое-то спонтанное действие ее или твое там вдохновило. И весь этот комплекс, он тебе дает вот это ощущение удовлетворения после секса. Это так в партнерстве происходит. Вот уж забыл, к чему я это. Про порно. А в порно так не происходит. В порно так не происходит и не будет никогда. Дальше, например, после порно, он, ну, там, копит два года на дорогую проституту. Где они находят таких дорогих проститутов, что надо копить два года, я не знаю, но они все... Сколько стоит? Ну, не знаю, тысяч 15-50, не знаю. Но он говорит, я вот коплю два года. 50, наверное, дорогая стоит. 15, она средняя. Вот. А копит на дорогую проститутку. Вот. Потом, значит, поимеет с ней какой-нибудь половой акт. Не будем забывать, что нормальная проститутка, она таких считывает сразу, что он боится и у него первый раз. И она старается заменить сексуальную активность разговорами, чтобы как можно меньше делать, как можно больше говорить. Они часто рассказывают о своей тяжелой женской доле, как они сегодня устали, конечно. А он сидит, как дурак. И, в общем-то, ничего все равно не происходит. То есть, ее-то задача ничего не делать. А он-то не понимает. Он думает, что это так... Потом, даже если что-то происходит, то это как... Чпок, и все. И это все. То есть, у них такая переоценка ощущает. Он думал, что у него он пойдет женщину, его вот, знаешь, потрясет, как будто дубины сейчас побьют. А он так... Пок, и все. А, закончил. Ну, как-то... Где? Где удовольствие? И у них вот... Помимо того, что у них вот все вот нарушается, половое влечение, у него половое влечение как бы не заточено под эмоциями, а расточено с эмоциями, у него еще и множество внутриличностных конфликтов. Например, у него обесценена роль партнерского секса, с одной стороны. С другой стороны, у него переоценена роль ощущений. То есть, вот то, что для нормального человека здорово, а что значит для нормального человека? Вот, например, сколько лет жена? Давно, пусть поведала. Ну, но есть какой-то сексуальный сценарий привычный, который там... Ну, и вы прекрасно знаете свою жену, да? Прекрасно знаете, что что-то она может делать и будет делать, а что-то она еще и по башке сковородкой даст. Ну, какой-то там диапазон есть, вот в пределах которого вы там экспериментируете. Да. И вдруг раз там, и, например, сегодня она вас дополнительно еще в запретное место поцеловала, случайно. И вы такой, ой, под впечатлением. И это всего лишь там какое-то, боже, было ей невинное вообще действие, да? Или она вдруг смело вас попросила, положи мне руку туда-то. А до этого молчала, как рыба, а то вдруг что-то ее понесло. Я такой, ой, как было круто. То есть, какое-то небольшое, вот совершенно там, незначительное, может быть, изменение, отклонение от привычного сценария, но уже дает вам импульс. И такой колоссальный приток энергии, эмоцию. Вот. И вы этому радуетесь. А у него изначально переоценка ощущений и даже вот какие-то вот, ну, среднестатистические обычные ощущения, от которого нормальному человеку удовольствие, ему еще и все. Ну, дубины не били, конечно, все.